Рады приветствовать всех, кто только что присоединился к нам. Рубрика «Званый гость» у нас в эфире. И я рада сказать доброе утро Анастасии Лебедевой, исполняющей обязанности заведующей организационно-методическим отделом областного центра СПИД. Доброе утро. Здравствуйте. Как настроение ваше? Отлично. Здравствуйте. Сегодня у нас такая тема будет серьезная для нашего гостевого включения. Но я думаю, что информация, которая прозвучит, будет очень полезна для всех, кто сейчас нас смотрит. И, наверное, я задам свой первый вопрос. Какова сейчас ситуация по ВИЧ-инфекции в Кустанайской области? Хочу сказать, что за 4 месяца 2019 года у нас было выявлено 108 новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения нашей области. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И основной путь передачи из вновь выявленных составляет парентеральная при употреблении инъекционных наркотиков около 48% и половой гетеросексуальный путь передачи около 42%. То есть это не может не огорчать нас. И основная масса всех выявленных ВИЧ-инфицированных – это лица в возрасте от 15 до 49 лет. С чем связан такой рост и такая статистика, к сожалению, неутешительная? Да, неутешительная статистика связана с неправильным образом жизни, с неосмысленным поведением, так как ВИЧ-инфекция – это социальное заболевание. И если придерживаться обычных правил профилактики, можно этого избежать. Но, к сожалению, распространение инъекционных наркотиков у нас идет активно, и в связи с этим распространяется и ВИЧ-инфекция. Какие профилактические мероприятия проводятся среди населения? Какие, может быть, акции, флешмобу, я знаю, вы часто проводите? Какая вообще работа проводится? Работа проводится и сотрудниками центра СПИД очень активно, но также ежегодно у нас Управление здравоохранения Кустанайской области разыгрывает государственный социальный заказ. В этом году его реализует общественное объединение «Путь здоровья-1». Мы с ними сотрудничаем не первый год. По реализации этого проекта в этом году он звучит как профилактические мероприятия среди населения по вопросам инфекции, передающейся половым путем, ВИЧ-инфекции и парантральных вирусных гепатитов. Как проводятся эти мероприятия? Кто является главной целевой аудиторией? Вы обозначили возраст людей, которые заразились ВИЧ-инфекцией. Охватываются именно эти слои населения? Нашей целевой группой действительно в первую очередь является молодежь, это молодое население, наши подростки. Но охватываем мы все слои населения и взрослых. И стараемся охватить, начиная со школ, у нас проводятся мероприятия, это семинар-тренинги. Мы сейчас немножко меняем формат. Не просто скучные монотонные лекции, это все проводится в игровой форме, посредством массовых информаций, через социальные сети, Инстаграм, Фейсбук, различные конкурсы, выставки, в которых наша молодежь, школьники, подростки активно принимают участие. Если говорить о более взрослом населении, это круглые столы с заинтересованными ведомствами. Мы очень тесно взаимодействуем с органами полиции, с образованием и со всеми госучреждениями, потому что самостоятельно реализовать эту программу невозможно. Необходимо это делать в тандеме, чтобы максимально охватить все население, потому что основная профилактика ВИЧ-инфекции, будь то инфекции, передающиеся половым путем, или вирусные гепатиты, они очень простые. Это здоровый образ жизни, отказ от наркотиков и защищенные половые контакты. И наша цель как можно больше охватить сегодня население, чтобы завтра было как можно меньше новых случаев ВИЧ-инфекции. Что планируется провести? Какие мероприятия в связи с этим пройдут? Что запланировано? Нами запланировано ряд мероприятий. Это семинар тренинги, акции, лекции в городе Кустанай, в Кустанайском районе, Лисаковске и Рудном в рамках именно этого проекта. В Кустанай мы практически весь охватили. Мы побывали в медицинском колледже и в гуманитарном колледже. Мы провели акции в наших торговых домах. Планируем на следующей неделе, в следующем месяце охватить Лисаковск и Рудный Кустанайский район в том числе. Объем большой, будем работать, постараемся максимально анонсировать эти мероприятия. И у нас основное мероприятие, которое состоится сегодня в 7 часов вечера в Центральном парке культуры и отдыха под названием «Рок против СПИДа». Мы проводим рок-концерт, приуроченный к Международному дню памяти людей, умерших от СПИД. Это мероприятие проводится совместно и с Управлением здравоохранения, и с неправительственными организациями, медицинскими организациями. Поэтому, думаю, будет много желающих посетить, так как будут пройдены не только выступления наших рок-артистов, артистов, но будет проведено и экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, и разъяснительная работа с населением, всем желающим ответим на вопросы, проведем мини-сессии. Давайте таки немножко подробнее поговорим, что за рок-артисты будут выступать сегодня на концерте, кого можно будет увидеть из местных глаз. Сегодня будет 4 группы, мы это оставим загадкой, и для того, чтобы действительно увидеть наших артистов, мы вас приглашаем. Будет очень интересно, потому что это проводится в нашей области, впервые такой концерт. Мы постарались приложить максимум усилий, будут выступать не только рок-звезды нашей области, нашего города, но и танцевальные группы в том числе. И для тех, кто еще не знает, расскажите немножко подробнее, как проводится экспресс-тестирование, что оно из себя представляет, нужно ли его бояться, и, в принципе, когда будет готов результат, в принципе, само название экспресс-тестирования, оно уже дает такой предварительный ответ, насколько точен этот метод. Экспресс-тестирование, ну, как вы правильно подметили, это результат можно получить в течение 10 минут, то есть здесь и сейчас. Его бояться совершенно не нужно, у нас проводится все стерильным инструментарием, выезжает на акции машина, наши медики, берется кровь с пальчика, то есть делается прокол, с стерильным инструментарием забирается кровь, капается на специальный планшет, и в течение 10 минут можно получить результат. Результат этот составляет точность от 9,5 до 99%, но мы не можем его брать как за основополагающий точный результат. Все-таки окончательный подтверждающий результат получить отрицательный или положительный мы можем только сдав кровь из вены в центре СПИД или поликлиники. Но экспресс-тест, как бы это вот тот результат, который, наверное, более доступен при акциях среди населения, что можно просто гуляя по парку узнать о своем ВИЧ-статусе, это очень актуально, так как чем раньше мы узнаем о своем ВИЧ-статусе, тем раньше мы можем помочь нашим пациентам, так как основная сейчас проблема – это позднее выявление ВИЧ-инфекции на поздних сроках. Наша задача – это сделать как можно раньше, чтобы мы могли нашим пациентам своевременно оказать помощь. И экспресс-тестирование наверняка проводится в рамках анонимности, да, то есть речь о том, чтобы предоставить какие-то свои документы, об этом не идет. Нет, конечно, вы можете назвать свое имя, вы можете назвать выдуманное имя. В любом случае этим именем подписывается тест, и через 10 минут вы можете подойти и узнать результат. Я думаю, что Кустанайцы должны обязательно воспользоваться такой возможностью, может быть, побороть какой-то свой страх, да, чтобы переступить порог вашего заведения. Это такая своеобразная репетиция в качестве экспресс-тестирования. А вообще существуют какие-то нормы? Как часто нужно сдавать подобный анализ? Либо это все зависит от поведения человека, если он уверен, что все в порядке, то и сдавать анализы тоже не нужно. Ну, знаете, вообще мы рекомендуем сдавать хотя бы раз в год, призывать наше население, но действителен результат всего три месяца. Поэтому в идеале, если говорить о тех людях, которые беспокоятся о своем здоровье, каждые полгода будет, наверное, правильно сдавать свой, узнавать свой ВИЧ-статус, независимо от того, какой образ жизни человек ведет, потому что наше здоровье в наших руках, и, к сожалению, мы не всегда можем быть уверены не только в близких, но, бывает, даже не можем быть уверены в самом себе. И большая сейчас проблема, что ВИЧ-инфекция коснулась абсолютно все слои населения, все возрастные категории и активно распространяется половым путем. То есть вот это является основной проблемой, поэтому призываем все население ежегодно сдавать анализы на ВИЧ-инфекцию, ну а кого особо волнует свое здоровье? Два раза в год. Вы всегда рады? Всегда рады. Да, анализ на ВИЧ-инфекцию проводится конфиденциально, при необходимости мы можем провести его анонимно. Все проводится стерильно, бесплатно для граждан Республики Казахстан, для уралманов и даже для иностранцев, временно проживающих на нашей территории, и все предоставляется совершенно бесплатно. Столько много мероприятий вы различных проводите, проводятся ли там какие-то опросы, растет ли уровень осведомленности нашего населения о ВИЧ-инфекции, потому что существует очень много мифов, да, таких банальных, избитых, но тем не менее есть еще люди, которые в них верят, либо их становится все меньше и меньше. Соцопросы мы проводим, как и наши специалисты Центра СПИД, у нас есть в штате педагог, он проводит мероприятия среди школьников, он и начинает мероприятия с анкетирования до семинара. Также в рамках реализации сейчас госпроекта, госсоцпроекта мы тоже проводим социологический опрос, чтобы понять, в каком направлении нам работать, где выявить те слабые места. Но, как показывают эти опросы, к нашему счастью, сейчас все более грамотное наше население, то есть наши профилактические мероприятия, наши семинары, лекции не проходят даром, и действительно население сейчас больше осознанно о том, как передается ВИЧ-инфекция, что она из себя представляет, и как себя защитить. Я думаю, что вот совершенно не лишним будет и напомнить прямо сейчас, какие основные пути передачи существуют, и как предотвратить попадание ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция передается тремя путями. Первый — это парантеральный через кровь при употреблении инъекционных наркотиков, либо при использовании стерильного мединструментария. Второй — половой — гетеро- либо гомосексуальный контакт. И третий — вертикальный от матери к ребёнку. То есть, исходя из этого, могу сказать, что скажи наркотикам «нет», защищай свои половые контакты, веди здоровый образ жизни, и тебя ВИЧ-инфекция не коснётся. Даже вот так, да? Всё достаточно легко и просто. Главное — думать о себе и о своём здоровье, соответственно. Что ещё предстоит, какие мероприятия в этом году пройдут? Мы проанонсировали сегодняшнее мероприятие, которое состоится вечером. Что запланировано ещё? Из наиболее масштабных у нас в декабре, начиная с ноября по декабрь, пройдёт месячник, приуроченный Всемирному дню борьбы со СПИД. У нас он проводится ежегодно, этот год не исключение. То есть, все основные и масштабные мероприятия будут проведены именно в эти месяца. Но хочу отметить, что в этом году мы направили все свои усилия для проведения небольших акций в наших торговых точках. Это и в Марте, и в ЦУМе, и в АТАУ-САУ. То есть, везде, где у нас население не может оторваться от рабочего места, потому что все заняты, все работают, мы выходим сами. Раздаём информационный материал, раздаём брошюры. Если население изъявляет желание, проводим экспресс-тестирование прямо на местах. И это мы делаем еженедельно. В неделю мы можем провести от двух до пяти таких вот акций о том, какое время и в каком месте наше население, наши зрители могут узнать в Инстаграме. Aidskst.kz Мы перед каждым таким мероприятием публикуем, где, во сколько и какие именно будут проводиться мероприятия. Потому что с нами очень активно участвуют и поликлиники города. То есть, не только на ВИЧ-инфекцию можно будет узнать ВИЧ-статус свой, допустим, а также измерить давление, сахар, вес, рост и задать специалистам интересующие их вопросы по здоровью. Охотно ли кустанейцы принимают участие? Подходят, сдают анализы, интересуются, задают какие-то вопросы? Если говорить о предыдущих годах, как-то, может быть, их это и пугало, то сейчас наше население все-таки более информировано. И действительно, что касается экспресс-тестирования, очень охотно задают, задают очень много вопросов. Сейчас, даже после проведения семинаров, мини-сессий, подходят отдельно, лично, индивидуально, для того, чтобы узнать какие-то свои лично интересующие их вопросы. И это действительно радует, радует, что наше население готово нести ответственность за свое здоровье. И пройти такое тестирование, казалось бы, у многих даже пугающе, но ничего в нем страшного нет, это необходимо. Лучше поволноваться 10 минут, пока узнать можно будет результат экспресс-тестирования, но зато в будущем потом быть абсолютно спокойным, что с твоим здоровьем все в порядке. И такой у меня вопрос еще есть. То есть проводите вы какое-то консультирование онлайн? Может, кто-то не решается переступить порог, но у него есть какие-то определенные вопросы? Конечно, мы проводим и на сайте Центра СПИД официальном консультировании, то есть можно написать на самом сайте, задать вопросы. Также мы совместно с журналистом Центра СПИД ведем странички Facebook, ВКонтакте, Instagram. Скажу, что ежедневно, как врач-эпидемиолог Центра СПИД, я ВКонтакте отвечаю на вопросы наших граждан. Их интересуют различные вопросы, вопросы не только о здоровье или о том, как сдать анализы на ВИЧ-инфекцию. Есть очень личные вопросы, так как у нас сейчас распространяется ВИЧ-инфекция не только гетеросексуальным путем, но и гомосексуальным путем. То есть такие граждане тоже интересуются о том, какие профилактические программы проводятся, о том, как себя обезопасить, свое поведение, свои контакты. Отвечаем всем, кто нам пишет, поэтому можете не стесняться задавать вопросы, будь то Instagram, Facebook или ВКонтакте, сайт. Мы с удовольствием на них ответим. И, наверное, не лишнее будет озвучить, где находится Ваш Центр СПИД, куда могут прийти к устанайцам для того, чтобы сдать анализы или просто получить консультацию. Да, в этом году мы переехали в соседнее здание, находится по улице 1 Мая, 151, корпус 7. Но вход у нас находится с улицы Победы. На первом и третьем этаже Вы можете пройти обследование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию. У нас для молодежи и для ключевых групп населения работают также бесплатно и анонимно врачи-гинекологи, дерматовенерологи, консультанты, психологи, инфекционисты. Поэтому просим обследоваться и быть уверенным в завтрашнем дне в своем здоровье. Эти специалисты тоже ведут свою работу анонимно и бесплатно, да? Да, совершенно анонимно и бесплатно для молодежи и ключевых групп населения. К ключевым группам населения мы относим лиц, употребляющие инъекционные наркотики, мужчин, практикующие контакты с мужчинами и работников коммерческого секса. Все проходит в дружелюбной атмосфере, поэтому абсолютно не нужно стесняться и бояться, да? Лучше лишний раз зайти и проконсультироваться. И давайте, наверное, напомним еще раз, где сегодня состоится Ваше мероприятие для тех, кто вдруг пропустил. Центральный парк культуры и отдыха, его еще называют «Ракушкой». В 19.00 рок против СПИДа. Всех приглашаем, ждем, будем рады. Вы на концерте будете? Мы на концерте будем. Я думаю, что, может быть, кустанайцы подойдут и лично к вам просто побеседовать, задать какие-то интересующие их вопросы. Была бы очень рада, потому что каждый вопрос — это наша личная победа над тем, что мы все-таки затронули сердца и мысли людей о их здоровье. Я благодарю Вас за такое насыщенное информационное утро, что сегодня пришли, рассказали нам интересную и полезную, я уверена, для каждого информацию. И пусть, наверное, Ваша работа будет профилактической, цифры статистики будут все ниже и ниже, и пусть они нас действительно радуют и добавляют нам позитива. Спасибо. Ну а вам, дорогие друзья, мне остается напомнить, что этим утром у нас в гостях была Анастасия Лебедева, исполняющая обязанности заведующей организационно-методическим отделом областного центра СПИД. Наша программа на этом не заканчивается, впереди еще много интересного. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин